Здравствуйте, товарищи! Слушайте пролетарские новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Новосибирске водители мусоровозов организовывают митинг. В Алматы, Казахстан строителям не выплачивали зарплату 4 месяца. Новостной сайт Новая Сибирь сообщает, что 4 июня в Новосибирске работники мусоровозящей компании Эко-Транс-Н подали заявку на проведение митинга. Красное радио рассказывало об этом трудовом конфликте. Свою забастовку водители мусоровозов Эко-Транс-Н начали 19 апреля. Они пришли на работу, не получили своих машин и объявили, что работать не будут, пока им не дадут хорошие грузовики и не поднимут зарплаты. Результатом забастовки стал мусорный коллапс, в который погрузился Новосибирск более чем на месяц. На будущем митинге работники собираются требовать восстановления прав водителей и операторов мусоровозов Эко-Транса, полной выплаты зарплат и стабилизации ситуации с вывозом мусора. Комитет профсоюза работников Эко-Транс-Н заявляет, что сейчас мусор вывозят из районов с многоэтажками, а частный сектор завален мусором. Подрядчики заинтересованы в деньгах, а не в вывозе мусора. Компания Эко-Транс-Н урезала бастующим работникам зарплату, объясняя это простоем по их вине. Якобы забастовка не была оформлена юридически правильно. Некоторые водители перевелись в другой филиал, а инициативная группа создала профсоюз. В начале июня прокуратура подтвердила нарушение прав работников на предприятии. Компания отменила режим простое, но персональные надбавки 119 работникам отменили. Красное радио фонда рабочей академии поддерживает водителей мусоровозов из Новосибирска. Они все делают правильно. Начали забастовку, во время которой находились на своих рабочих местах, организовались в профсоюз, а сейчас готовят митинг для того, чтобы привлечь общественность на свою сторону. Муниципальные службы не могут постоянно проводить полноценные забастовки, потому что их деятельность относится к жизнеобеспечению. Однако муниципальные работники могут применять такие методы борьбы, как частичная забастовка, работа по правилам, протесты и митинги для привлечения внимания СМИ, общественности и властей. Мы желаем работникам Эко-Транс-Н успеха в борьбе! Канал Информбюро 31 разместил на Ютьюбе ролик о трудовом конфликте в Алматы, Казахстан. Там более 50 строителей товарищества с ограниченной ответственностью СП Казгерстрой уже пятый месяц не получают зарплату. Рабочие заняты возведением дорожной развязки. 8 июня они собрались и потребовали расчета. Развязка на пересечении улиц Сейфулина Жансугурова уже давно превратилась в долгострой. По словам строителей, они обращались к федеральным властям в Астану и оттуда приезжал чиновник, разговаривал со строителями. Он обещал помочь разблокировать счета, чтобы компания смогла выплатить рабочим зарплату. Однако эти обещания не были выполнены. Последний раз рабочие получали оплату труда еще в январе, однако все время производили строительно-монтажные работы. Строители говорят, что они не увольняются с работы, чтобы не потерять последний шанс получить заработанные деньги. По данным Алматинской трудовой инспекции, Казгерстрой задолжал сотрудникам 12 миллионов тенге. По различным причинам их счета заморожены, и поэтому они не могут расплатиться с долгами. Трудовая инспекция предпринимает шаги, чтобы деньги рабочим были выплачены. Будет ли завершено строительство развязки, пока не ясно. Забастовочное движение, которое захлестнуло западные территории Казахстана, еще, к сожалению, не дошло до Алматы. В то время как нефтяники, работники сервисных компаний и промышленных предприятий уже второй год мужественно противостоят капиталистам, строители Казгерстройа еще надеются на доброго хозяина и хороших чиновников. Казалось бы, после четырех месяцев безденежья можно было бы понять, что владелец компании их просто использует. Однако в отсутствии профессионального союза на месте работы и партии рабочего класса в стране, некоторые рабочие предпочитают выжидать и бедствовать. А это означает, что капиталисты будут и дальше безнаказанно эксплуатировать рабочих. Рабочие Казахстана и всех бывших республик СССР. Берите пример с рабочих Жанаазена. Поднимайтесь на борьбу за свои насущные интересы. С вами была Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания. Субтитры создавал DimaTorzok